МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти скульпторе Анатолий Неверове в Музее изобразительных искусств представили альбом и буклет, посвященный его монументу воинам-шелезнодорожникам. Теперь воздух в Нижнем Тагиле точно должен стать чище. Сегодня в городе произошло сразу два крупных экособытия. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым, президентом компании «Евраз» Алексеем Ивановым и вице-президентом-руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым запустили в работу новый объект на коксохимическом производстве. Охлаждение коксового газа теперь будет проходить в теплообменнике закрытого типа, и это позволит уменьшить специфические выбросы в атмосферу на 56%. После визита на «Евраз» НТМК делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии России отправилась в трамвайное депо, откуда на линию отправились четыре новых трамвая. Все это в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Нижний Тагил – один из 12 городов страны, в котором по этой программе комплексно занимаются снижением вредных выбросов. Областные муниципальные власти, бизнес-сообщества, предприятия объединили усилия по улучшению экологической ситуации в Нижнем Тагиле. «Есть крупные предприятия, которые здесь у вас базируются, и они должны сделать модернизацию своего производства. Вот одно из них мы сейчас «Евраз» посетили. Видим, что они то, что запланировали, делают и с опережением. И в том числе посетили одно из муниципальных предприятий, которое получило сегодня поддержку почти 800 миллионов рублей на обновление трамваев, которые тоже дают, скажем так, свой вклад в выброс вредных газов, потому что заменяет автотранспорт. Мы посетим еще сегодня котельные, которые будут модернизированы. Мы проедем обязательно, посмотрим муниципальное жилье, где живут люди, которое должно быть газифицировано. Больше двух тысяч домов мы планируем сделать в ближайшие несколько лет по этой программе. И уверены в том, что минимум как 30 тысяч вредных веществ, тонн в год, меньше будут попадать в воздух». Подробнее о визите министра экологии России губернатора в Нижний Тагил, а также о том, что еще делается в городе для снижения вредных выбросов в атмосферу, согласно федеральной программы «Чистый воздух», расскажем завтра в программе новости. Современное и комфортное место к 70-летию учреждения. Такое в следующем году в качестве своеобразного подарка получит подрастающее поколение «Голого камня». Сегодня в школе номер 48 полным ходом идет капитальный ремонт. С реализацией проекта на выездном заседании познакомился глава города. На какой стадии ведутся работы, увидела и наша съемочная группа. Жители микрорайона «Голый камень» с нетерпением ждут, когда смогут снова водить своих детей в школу номер 48. В апреле этого года она закрылась на капитальный ремонт. На очередном выездном совещании глава города Владислав Пинаев прошел в прямом смысле слова по всем кабинетам школы, спортивному залу и столовой оценить, как ведутся работы. Спустился также и в подвал, чтобы посмотреть устройство новых коммуникаций. Что касаемо самой стройки, все идет в соответствии с теми планами, которые были ранее намечены. Подрядчику вопросов у меня абсолютно не возникает. Текущие вопросы возникают всегда. Тем более ремонтирую такие старые здания, достаточно старые. К сожалению, скрытых работ возникает достаточно большое количество. Но в рабочем порядке все их решаем, закрываем. Поэтому находим пути их решения. На данном этапе у нас все конструктивы выполнены, перекрытия первого и второго этажей выполнены, произведены усиления всех проемов, установлены оконные конструкции, кровли выполнены на 100%. Начинаем подготавливаться к чистовой отделке, тепло тоже запустили. Также ведем работы параллельно по устройству внутренней канализации. Возможность увидеть своими глазами, как обновляется школа, представилась и жителю Голого Камня Владимиру Гаврюшину. Он прошел настройку вместе с комиссией. В этой школе учился с 8 по 10 класс и закончил ее в 1956 году. Начиная с апреля 2022 года в школе приступили к капитальному ремонту. Но точнее сказать, я бы исходя из моего опыта сказал реконструкции. Таким образом, к 1 сентября 2023 года школа будет безусловно открыта. Завершение капитального ремонта планируется 30 июня следующего года. К этому сроку, по словам подрядчика, школа будет как новая. Постоянная комиссия по социальной политике Нижнетагильской городской думы провела выездное заседание в школе номер 23. Депутаты познакомились с новыми условиями учебного процесса. В этом году в школе завершился капитальный ремонт в рамках национального проекта образования. Капитальный ремонт школы номер 23 выполнен по национальному проекту образования в 2021-2022 годах. Общая сумма затрат из федерального и муниципального бюджетов на ремонт здания, приобретение оборудования, благоустройство территории превысила 220 миллионов рублей. После капитального ремонта школа начала свою работу с 1 сентября этого учебного года. Ну и, конечно, депутатам было интересно, насколько качественно был выполнен ремонт, как сейчас школа функционирует. Ну и, безусловно, настолько положительные эмоции, замечательные комфортные условия, созданные детям. Постоянная комиссия по социальной политике Нижне-Тагильской городской думы побывала в кабинетах физики и астрономии, математики, химии, технологии, Центре психологической помощи, Центре детских инициатив, актовом и спортивном залах, пищеблоки. Коллектив доволен, педагоги наши, дети очень рады, родители довольны всему тому, что сейчас имеется в нашей школе. С удовольствием ходят на уроки, с удовольствием ходят в кружки, в секции. То есть, все то, что было приобретено, оно все работает на благо наших детей. За последние несколько лет капитальные ремонты произведены в шести школах. Это образовательное учреждение номер 56, 72, 85, 24, 23, а также номер 12 в деревне Устютка. В настоящее время капитально ремонтируется 48-я школа. Деятельность в данном направлении в городе намерены продолжать. С первого, скажем так, января мы должны войти в ремонтную работу с 32-й школой. Сегодня мы должны, как только у нас появится бюджет, мы должны будем отыграть конкурс и за год. Сроки, конечно, очень маленькие, но необходимо будет стараться отремонтировать 32-ю школу. Участниками выездного заседания в школе номер 23 дана высокая оценка достигнутому результату. Все предпринимаемые усилия такого рода будут поддерживаться Нижнетагильской городской думой. Студия эстрадного вокала «Лайфстар» при городском дворце молодежи представит концерт, который посвящает Дню матери. На его организацию вокалисты удостоены гранта из бюджета города. Сейчас они проводят репетиции, а 11 декабря покажут сам концерт. Долгие репетиции, бессонные ночи, разучивание новых песен. Все это, чтобы удивить зрителей новым концертом с оригинальным названием «Виво». Участники и преподаватели студии эстрадного вокала «Лайфстар» городского дворца молодежи давно задумывались о таком мероприятии. Идея зародилась пару лет назад, а за воплощение взялись с начала этого учебного года. Предполагали собрать средства своими силами и сделать масштабный концерт. Но одна из участниц предложила подать заявку на грант «Твоя инициатива». Проект реализует управление по развитию физической культуры спорта и молодежной политики. Изначально хотели реализовать своими силами, то есть сделать платный вход и на эти деньги уже все организационные моменты провести. Но потом вы узнали о конкурсе грантов «Твоя инициатива», подали заявку, ночью писали, сидели грант. На самом деле всем коллективам это не только моя заслуга. На средства гранта шьются очень красивые костюмы, задействуется свет для зала, для сцены. То есть ставка в нашем концерте делается на световое шоу в первую очередь. Принять участие в концерте, говорит Анастасия Киприянова, согласились шоу барабанов и гимнасты городского дворца молодежи. Большинство песен, которые будут исполнять вокалисты, посвящены прекрасным дамам. А поскольку близится День матери, свое выступление решили посвятить этому международному празднику. За основу взята тема одного из отчетных концертов. Там претерпевалось очень много изменений, метаморфозы, какие-то моменты. То есть репертуар этого концерта был поменен практически полностью. Практически полностью. Какие-то песни остались с того предыдущего концерта. И 80% всего репертуара данного концерта был заменен. Концерт «Вива» бесплатно смогут посетить все желающие. Он состоится 11 декабря в городском дворце молодежи. Посвящен монументу воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Художественный альбом о творческом процессе, создание памятника его авторе, скульпторе Анатолии Неверове представили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Страницами истории заинтересовалась и Олеся Культикова. Монументы и памятники – лицо любого города и, конечно, Нижнего Тагила. Они сохраняют историческую память. Музей изобразительных искусств представили альбом и буклет, посвященный монументу воинам-железнодорожникам. Его автор – известный тагильский скульптор, член Союза художников России Анатолий Неверов. Он ушел из жизни на 1985 году, 1 июля 2022 года. Эти печатные издания затевались еще тогда, когда на календаре была юбилейная дата 40-летия со дня торжественного открытия монумента в октябре 1978 года. А сейчас уже новая дата – 45 лет. Этот монумент был по-настоящему революционной работой, который внес в город свежие веяния, новую форму. Идея создания буклета, она у меня возникла. После того, как я взяла в руки очередное какое-то печатное издание, и там среди многих статей была информация о нашем памятнике. Я подумала, почему у нас нет издания своего личного. Я созвонилась с Ольгой Анатольевной, мы с ней договорились о встрече. Встреча эта как раз-таки состоялась у Анатолия Глебовича Неверова при его непосредственном активном участии в его мастерской. Буклет и художественный альбом содержат информацию, записанную во время бесед с автором памятника. Анатолий Неверов принимал непосредственное участие в процессе подготовки к печати. На страницах издания изображения выполнены в разные годы фотографами Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верхней Салды. Использованы снимки из семейного архива скульптора, а также архива музея в филиале РЖД. Рад, что моя частичка труда есть в этом альбоме, в презентации. Я часто встречался с Анатолием Глебовичем благодаря его дочери Ольге Анатольевне. Бывал его в мастерской, фотографировал его за работой. Несколько фотографий я отдавал Ольге Анатольевне по ее просьбе. Ездил фотографировать в разное время суток этот памятник, который редакция выбрала фотографии. Они одна или две, по-моему, у меня вошли. Я, конечно, польщеный. Анатолий Неверов является автором пяти памятников, установленных на центральных улицах и площадях Нижнего Тагила. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» проходит баскетбольный турнир памяти Вадима Новопашина. Бывший директор спортшколы номер 4 ушел из жизни в ноябре 2019 года в возрасте 54 лет. А в итогах соревнований юношей 2008 года рождения репортаж Алексея Алексеева. Судьба третьего места соревнований юношей 2008 года рождения на турнире памяти Вадима Новопашина решалась в поединке команд спортивных школ номер 4 и «Старый Соболь». Борьбу за победу вели еще четыре коллектива. Два спортивной школы имени Александра Канделя из Екатеринбурга, школы имени Льва Моисеева из Серова, а также «Юпитер». Бронзовый матч закончился со счетом 44-37 в пользу «Старого Соболя», за который выступал ближайший резерв основного состава 2008 года. Выступили достаточно ровно, в тяжелых матчах уступили Юпитеру и Серову, выиграли за третье место матч. Ребята себя проявили бойцами, для себя сделали заметки, кто может попасть в первую команду, кто может создать конкуренцию. Для нас это была, грубо говоря, такая подготовка к более серьезным высоким соревнованиям в трансфернице России. Победителем турнира стали серовчане, одержавшие пять побед. Второе место у баскетболистов Юпитера. Медали и кубки вручила начальник городского управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева. Кроме того, удостоверение почетных ветеранов спорта Нижнего Тагила получили тренеры спортивной школы номер 4 Светлана и Александр Нинашевы. Проводим в третий раз турнир памяти Владимира Владимировича Новопашина. Достойный был человек и считаем важным сохранить память об этом человеке. Возглавлял школу достаточно большое количество времени. Много воспитанников вышло из этой школы, в том числе и ребята, которые сейчас играют на достойном уровне. Это и на чемпионатах России, и в Суперлиге. Также в рамках турнира памяти Вадима Новопашина, который скончался в 2019 году в возрасте 54 лет от инфаркта, сегодня стартовали соревнования команд 2014 года рождения. Наряду с мальчиками из спортивных школ номер 4 Старый Соболь и Юпитер школы имени Анатолия Мышкина из Екатеринбурга в них примет участие команда девочек спортивной школы номер 4. Завершатся соревнования в пятницу. О начале зимнего спортивного сезона в Нижнем Тагиле далее разговор в студии программы «Факты в лицах». Мой коллега Олег Шварков поговорит с начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ирины Еремеевой. Не переключайтесь.